Пушкинская премия Просветительскую и общественную деятельность, а также за талантливые произведения русской литературы. При этом творческая и общественная значимость номинантов оценивается в совокупности как результат многолетнего труда. Премия присуждается в трех номинациях – просветители, общественные деятели и антология. Поэтому сегодня мы узнаем, кто из поэтов и прозаиков, опубликованных в антологии за 2021 год, удостоится звания лауреата Пушкинской премии. Также в рамках сегодняшнего мероприятия состоится презентация «Антология русской поэзии» и «Антология русской прозы». А ее участники будут награждены медалью Некрасова, посвященной 200-летию великого русского писателя. Для открытия торжественной церемонии на сцену приглашается президент Российского Союза писателей Дмитрий Владимирович Кравчук. Дорогие друзья, мы начинаем торжественную церемонию вручения Пушкинской премии. Это высшая награда Российского Союза писателей. Прототип нашей Пушкинской премии – первая Пушкинская премия, учрежденная 140 лет назад, в 1881 году, Императорской Петербургской Академии Наук, на деньги, оставшиеся от добровольных пожертвований на установку памятника Пушкина в Москве. Это была самая престижная литературная награда. Ее лауреатами были многие русские классики – Афанасий Фетт, Антон Чехов, Александр Куприн, Иван Бунин. Премия вручалась до революции 1917 года. Пушкинская премия Российского Союза писателей была учреждена спустя 100 лет, в 2017 году. В этом году мы уже отмечаем ее пятилетие. За это время лауреатами Пушкинской премии становились литературный критик Лев Анинский, основатель Института русского языка Академик Виталий Костомаров, поэт и бард Сергей Никитин, главный редактор журнала «Москва» Владислав Артемов, главный редактор литературной газеты Максим Замшев, профессор МГУ и основатель студии «Луч» Игорь Волгин, и многие другие поэты и прозаики, а также деятели культуры. Вручение Пушкинской премии проходит в канун дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Теперь этот день объявлен государственным праздником – Днем русского языка. Друзья, это наш с вами общий профессиональный праздник. Поздравляю вас! Также сегодня будут вручены медали Некрасова, учрежденные в честь 200-летия юбилея великого русского поэта и писателя, который отмечался в прошлом году. В соответствии с законом Российской Федерации об общественных объединениях, эта медаль имеет статус общественной награды, вручаемый за вклад в развитие русской литературы. И для меня будет большая честь поздравить каждого из вас лично, вручить эту награду наиболее достойным литераторам, имена которых включены в состав антологии. Также я рад представить вам первые тома антологии, которые недавно вышли из печати. Прошу вынести мне книги. У меня в руке первый том антологии русской поэзии, вот первый том антологии русской прозы. А вообще на текущий момент вышло восемь томов антологии русской поэзии и три тома антологии русской прозы. Но, как вы знаете, их у нас гораздо больше, и все остальные тома выйдут к сентябрьской книжной ярмарке. Мы очень тщательно подходим к процессу подготовки антологии, поэтому ее издание занимает продолжительное время. В данном случае качество на первом месте. Мы делаем эти книги на века, и они сразу имеют букинистическую ценность. Все участники антологии — это современные поэты и прозаики, творчество которых заслуживает безусловного внимания. Поздравляю вас с выходом этой замечательной книги. Для приветствия на сцену приглашается начальник отдела поддержки литературного процесса книжных выставок и пропаганды чтения Министерства цифрового развития связей и массовых коммуникаций Российской Федерации, лауреат Пушкинской премии за 2019 год Александр Николаевич Воропаев. Дорогие друзья, очень рад вас всех приветствовать в этот замечательный вечер в преддверии Пушкинского дня России, который будет через два дня, 6 июня. Александру Сергеевичу исполняется 223 года. А мы такие же молодые поэты, писатели, которые собрались в этом зале, творят и проложают дело великого нашего соотечественника, вложившего фактически основу русского литературного языка, а вы являетесь проложателями этого великого дела. Сейчас русский язык требует особой поддержки, особого продвижения, можно так сказать, и ваше дело, ваше творчество этому служит в полной мере. Я очень вам благодарен за то, что именно литературные традиции, именно творческие и поэтические традиции вы поддерживаете. Вообще, я очень люблю эту премию. Это едва ли не старейшая, наверное, литературная премия в нашей стране, еще в XIX веке возникшая. И вот в XXI веке, который подхватил российский союз писателей, возродив эту премию на новом фактическом уровне, я очень рад, что мы все причастны к этой премии. И давайте все пожелаем друг другу, чтобы русский язык креп, русский язык возрождался в своем литературном лучшем, так сказать, измерении, в лучшем своем качестве, виде, который мы все знаем, привыкли читать. Передадим это замечательное русское слово своим детям, своим внукам, всем, кто будет читать во второй половине XXI века и так далее, и так далее. 223 года – это достаточно большой срок. Давайте, чтобы и премия наша продолжалась из года в год, и низкий поклон российскому союзу писателей, который это дело подхватил. Давайте поаплодируем друг другу. Сейчас, вы знаете, на Красной площади идет книжный фестиваль «Красная площадь», который тоже приурочен к Пушкинскому дню, 6 июня. Он будет проживаться еще целых два дня. Всех вас приглашаю тоже на этот замечательный фестиваль. И очень рад, что как можно больше пушкинских мероприятий становится с каждым годом. Давайте, чтобы их становилось больше, чтобы язык Пушкина звучал по всей планете. С праздником вас! Сегодня мы вспоминаем двух поистине великих русских писателей – Александра Пушкина и Николая Некрасова, которые жили и творили в далеком XIX веке. Что для нас, живучих в XXI веке, разница в годах рождения на какие-нибудь пару десятилетий? А ведь Александра Сергеевича можно по праву назвать предшественником и учителем Николая Некрасова. В этом отношении интересно вспомнить заметки, Корнея Чуковского, который писал в своей книге «Мастерство Некрасова». Я помню то грустное время, когда литературные разговоры читателей велись по такой незатейливой схеме. Любите ли вы Пушкина? Нет, я люблю Некрасова. И этот нелепый ответ казался совершенно исчерпывающим, равно как и противоположный ответ в другом диалоге такого же рода. Любите ли вы Некрасова? Нет, я люблю Пушкина. Конец цитаты. Любить одновременно и того, и другого считалось тогда невозможным. Считалось, будто те, кому дорог один, должны враждебно относиться к другому. Сейчас в это трудно поверить, но в те времена было много лжесвидетельств и фальшивок, где превратно характеризовалось творчество Пушкина и отношение к нему Некрасова. К чести Николая Алексеевича он давал твердый отпор подобным пасквелянтам и выражал свое преклонение перед личностью и творчеством Александра Сергеевича Пушкина. Отвечая в одной из газет журналисту-ксенофонту Полевому, выразившему нелепое мнение о великом поэте, Некрасов обращается к своим современникам с призывом учиться у Пушкина. Позвольте я, процитируйте. Прекрасные слова. Читайте сочинения Пушкина с той же любовью, с той же верою, как читали прежде, и поучайтесь из них. Поучайтесь примером великого поэта любить искусство, правду и родину. И если Бог дал вам талант, идите по следам Пушкина, стараясь сравняться с ним, если не успехами, то бескорыстным рвением по мере сил и способностей к просвещению, благу и славе Отечества. Конец цитаты. И в качестве подтверждения и вышесказанного позвольте открыть нашу литературно-музыкальную программу стихотворением не Красова о Пушкине. На сцену приглашается актер театра и кино, официальный голос телеканала «Культура» Игорь Юрьевич Ильин. Пушкин – это возрождение русской музы, воплощение наших трезвых дум и чувств. Это незапечатленный ключ поэзии, священной, светлой области искусства. Это эллинов стремления к красоте и лицезрения их божеств без покрывал. Это голос немезиды, это девы и вмениды окровавленный кинжал. Это вещего баяна, струнный гонор, свист Руслана и русалок голоса. Это арфа Серафима в час, когда душа жалима жаждой веры в небеса. Это старой няне сказка, это молодость и ласка, огонек в степной глуши. Это слезы умиления, это смутное влечение вечно жаждущей души. Свой в столицах, на пирушке, в сакле, в таборе, в лачушке, Пушкин чуткою душой слышит друга, Голос дальний, песню Грузии печальной, Бред цыганки кочевой. Слышит крик орла призывный, Слышит ропот заунывный океана В бурной мгле, Видит небо без лазури, И что краше волн и бури, Видит деву на скале. Знает горе нам родное, И разгулье удалое, И сердечную тоску, Но не падает устало, И как путник запоздал, И сам стучится к мужику, Ничего не презирая, В дымных избах изучает дух И склад родной страны, Чуя русские жизни трепет, Пушкин правды первый лепет, Первый проблеск старины. Пушкин. Пушкин. Пушкин — это эхо славы От Кавказа до Варшавы, От Невы до всех морей. Это сеятель пустынный, Друг свободы, Неповинный в лжи и злобе наших дней. Это гений, все любивший, Все в самом себе вместивший Север, сапад и восток. Это тот ничтожный мира, Что, когда прицел Алира, Жег сердца нам, Как пророк. Это враг гордыни праздной, В жертву сплетни неотвязной, Светом преданной, Враждой, словно тернием вовитой, Оскорбленной и убитой Святотатственной рукой. Поэтический мессия, На Руси он, Как Россия, Всеобъемлюсь и велик. Ныне мы поэта славим И на пьедестале ставим Прославляющий нас Лик. Игорь Ильин. А сейчас прозвучит романс На стихе Александра Пушкина, Музыку Михаила Глинки, Я помню чудное мгновение. Его исполнит певец, Композитор, выпускник Российской Академии Музыки Имени Гнесиных, Лауреат международных конкурсов Данектеон Махов, Акомпаниатор, Лауреат международных конкурсов Денис Емец. Встречайте! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я помню чудное мгновение, Передо мной явилась ты, Как мимолетное виденье, Как пени чистой красоты, Как пени чистой красоты. В томленье грусти безнадежной, В тревоге шумной суеты Звучал недолго госснежный, И снились милые черты, И снились милые черты. Шли годы, пуль порыв мятежный, Рассеял прежние мечты, И я забыл твой голос снежный, Твои небесные черты, Твои небесные черты. В глуши, во мраке заточенья Тянулись тихо дни мои Без божества, без вдохновенья, Без слез, без жизни, без любви. В душе настало пробужденье, И вот опять явилась ты, Как мимолетное виденье, Как гений чистой красоты, Как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоенье, И для него воскресли вновь, И божество, и вдохновенье, И жизнь, и слезы, и любовь, Друзья, мы подошли к самой волнующей части нашего мероприятия. Буквально через считанные секунды мы узнаем имена литераторов, Которые удостоены Пушкинской премии за достижения в области литературы. Как я уже сегодня говорил, премия вручается в трех номинациях. Просветители, общественные деятели и антология. На сцену приглашается Президент Российского Союза писателей Дмитрий Владимирович Кравчук. Владимир Владимирович, просим вас объявить имя лауреата в номинации «Просветители». В номинации «Просветители» у нас один лауреат. Это Владислав Пьерович Флерковский. Владислав Флерковский, журналист и телеведущий. Работает на телевидении с 1986 года. Сначала в качестве репортера, комментатора, ведущего и обозревателя в программе «Время» и «Взгляд». Работал корреспондентом программы «Вести», главным редактором телевизионной службы новостей на канале «ТВ6». Участвовал в создании радиоспектакля по роману братья Стругацких «Трудно быть Богом». Преподавал в Российском государственном гуманитарном университете. В настоящее время, вот уже более 20 лет, с осени 2001 года, Владислав Флерковский ведет свою авторскую программу «Новости культуры» на канале «Культура». И сегодня целый день он находится в студии, записывает эфир завтрашней программы, поэтому не смог быть на нашей церемонии. Но награду мы ему обязательно передадим в день рождения Александра Пушкина. Владислав Флерковский награждается за неоценимый вклад в популяризацию русской культуры на телевидении. АПЛОДИСМЕНТЫ Приятное сладкое чувство. На самом деле, когда ребенок получает любимую конфету, он, наверное, испытывает примерно то же самое, как я сейчас получил вот этот приз. Я обожаю вот этот символ, я обожаю перышко, которое символизирует и слово, и мысль, и мудрость, и искусство, и культуру. Спасибо большое. Я, правда, очень тронут. И имя Пушкина для меня велико, и символ этот велик. Ну и то, что меня назвали просветителем. Кто-то признал меня просветителем. Это тоже меня воодушевляет. АПЛОДИСМЕНТЫ Поздравляем Владислава Флерковского, и, Дмитрий Владимирович, просим вас объявить имя лауреата в номинации «Общественные деятели». А в номинации «Общественные деятели» у нас лауреат Пушкинской премии Юлия Сергеевна Клюева. Пожалуйста. Пока Юлия выходит, я расскажу вам о ней. Юлия Клюева – прозаик, председатель Саратовского регионального отделения Российского Союза писателей, а также Саратовской региональной общественной организации писателей «Авторский союз». Окончила филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Работала с православными средствами массовой информации Покровской епархии. Активно участвует в научно-практических конференциях, жюри конкурсов. Организатор первой выставки ярмарки детской книги «Умная книга Саратов». Постоянный член жюри ежегодного всероссийского конкурса «Огни золотые». Юлия Клюева награждается за плодотворную работу по организации литературной деятельности в Саратовской области. Юлия Сергеевна, поздравляем вас и просим несколько слов сказать всем присутствующим. Я хочу сказать, что получить столь высокую награду здесь, в Центральном доме литераторов, это особая честь. И здесь, в зале ЦДЛ, есть такие слова «Человек – это история», а ЦДЛ – это «Прошлое и настоящее». Эти слова относятся и к Российскому союзу писателей, потому что этот союз сделал удивительное, объединив людей творческих в период безвремя и какой-то инертности в отношении литературы. Вы сделали новые традиции, вы вернули забытые имена, и вы поднимаете людей вверх. И то, что во всем этом есть маленькая доля моего труда, это тоже для меня особая честь. И еще раз большое спасибо за все. Спасибо большое, поздравляем вас. Митрий Владимирович, просим вас объявить семена лауреатов в номинации «Онтология». В номинации «Онтология» у нас два лауреата. Один из лауреатов за поэзию, а второй за прозу. Начнем с поэзии. Лауреат Пушкинской премии за 2022 год в номинации «Онтология» Полина Орнянская. Полина Орнянская, поэт, журналист. Окончила в пути журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова. Работает главным редактором нескольких исторических и научно-популярных журналов. Первые стихи написала в юношеские годы. После долгого перерыва в 2012 году вновь вернулась к поэзии. Автор пяти книг, постоянный активный участник литературно-поэтических мероприятий в России и за рубежом, победитель Международного грушинского интернет-конкурса в номинации «Поэзия», Международного литературного конкурса «Открытый чемпионат Балтии по русской поэзии», Кубка мира по русской поэзии, Международных поэтических конкурсов «45-й калибр» и «Иммигрантская лира», Литературного фестиваля «Русский Гоффман» и Международного литературного волошинского конкурса, Лауреат литературной премии «Народный поэт», а также Национальной литературной премии «Поэт года» в номинации «Дебют», Член художественного совета программы «Турнир поэтов», Член правления Московского областного регионального отделения Российского союза писателей. Полина Орнянская награждается за талантливые произведения современной литературы в жанре поэзии. Я очень признательна за эту премию, но дело в том, что любая награда для творческого человека — это большое искушение, потому что она накладывает огромную ответственность и перед самим автором, и перед его читателями. И чем выше награда, а Пушкинская премия — это очень большая, почетная, ответственная награда. Так вот, чем выше награда, тем больше эта ответственность. Эта ответственность давит, обязывает. И если ты сумел справиться с вот этим давлением в своем творчестве, в своих творческих эмоциях, то это будет огромным плюсом к твоей творческой судьбе. Если ты сумел остаться самим собой. Если же ты пошел на поводу у вот этого искушения, тогда будет очень сложно. Я всегда себе говорю, я просто пишу стихи. И если они нравятся, если они находят отклик, то это самая большая награда. И я очень рада, что это оценили совершенно неожиданно для меня. Я очень признательна. Спасибо вам огромное. И лауреат Пушкинской премии по номинации «Онтология» Юрий Михайлов. Юрий Михайлов. Прозаик, журналист, лауреат Национальной литературной премии «Писатель года». Окончил Мурманский государственный педагогический институт. Работал в областных и центральных газетах, в журналах «Ленинец», «Комсомолец Заполярия», «Комсомольская правда», «Социалистическая индустрия», «Деловой мир». За свою трудовую жизнь занимал должности пресс-секретаря, премьер-министра СССР, руководителя пресс-службы Кабинета министров СССР. В 90-е годы стал советником по СМИ правительства Российской Федерации. Имеет классный чин государственный советник Российской Федерации в отставке. Литературному творчеству пришел в зрелом возрасте. Первую повесть «Нераскрытые преступления» написал в 1983 году. На сегодняшний день автор 11 книг. Юрий Христофорович Михайлов награждается за талантливые произведения современной русской литературы в жанре прозы. Я поздравляю всех объявленных сегодня лауреатов Пушкинской премии. Не страшно, что далеко не все из них смогли присутствовать в этом зале. Самое главное, что они стали лауреатами. Это действительно знаковые персоны, знаковые люди в русской литературе. Поздравляю вас. Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Друзья, а мы продолжаем концертную программу. На сцену приглашается актер театра и кино Игорь Ильин. Встречайте. Где вы, певцы любви, свободы, мира и доблести? Век крови и меча. На трон земли ты посадил банкира, провозгласил героем палача. Толпа гласит, певцы не нужны веку. И нет певцов. Замолкло божество. Ох, кто ж теперь напомнит человеку высокое призвание его. Прости слепцам, художник вдохновенный, и возвратись. Волшебный факел свой погашенный рукой одерсновенный Вновь засвети над гибнущей толпой. Вооружись небесными громами, наш падший дух взнеси на высоту, Чтоб человек не мертвыми очами мог созерцать добро и красоту. Казни корысть, убийство, святодатство. Сорви венцы с предательских голов, увлекших мир с пути любви и братства, Стижанного усилиями веков на путь вражды. В его дела и чувства гармонию внести лишь можешь ты. В твоей груди гонимый жрец искусства. Трон истины, любви и красоты. Блажен незлобливый поэт, В ком мало желчи, много чувства. Ему так искренен привет друзей спокойного искусства, Ему сочувствие в толпе, как кропот волн, ласкает ухо. Он чужд сомнение в себе, сей пытке творческого духа. Любя беспечность и покой, гнушаясь дерзкою сатирой, Он прочно властвует толпой своей миролюбивой лирой. Девясь великому уму, его не гонят, не злословят, И современники ему при жизни памятник готовят. Но нет пощады у судьбы тому, Чей благородный гений стал обличителем толпы, Ее страстей и заблуждений. Питая ненавистью грудь уста, вооружив сатирой, Проходит он тернистый путь своей карающей лирой. Его преследуют хулы, он ловит звуки одобрения Не в сладком ропоте хвалы, а в диких криках озлобления. И веря, и не веря вновь мечте высокого призвания, Он проповедует любовь враждебным словом отрицания. И каждый звук его речей плодит ему врагов суровых, И умных, и пустых людей равно клеймить его готовых. Со всех сторон его клянут, И только труп его увидя, Как много сделал он, поймут, И как любил он, ненавидя. Кто духом слаб и немощен душою, Удары в жребия могучего рукой Бесстрашно отразить, в чьем сердце силы нет, Кто у него пощады вымоляет, Кто перед ним колено преклоняет, Тот не поэт. Кто юных дней губительные страсти Не подчинил рассудка твердой власти, Но волю дав и чувствам, и страстям Пошел, как раб, по след за ремесам, Кто слезы лил в годину испытания И трепетал под игом тяжких бед И не сносил безропотно страдания, Тот не поэт. На Божий мир, кто смотрит без восторга, Кого сей мир в душе не вдохновлял, Кто пред грозой разгневанного Бога С мольбой в устах по прах не упадал, Кто у адра страдающего брата Не пролил слез, в ком сострадания нет, Кто продает себя толпе за злато, Тот не поэт. Любви святой, высокой, благородной, Кто не носил в груди своей огня, Кто на порог презрительный, холодный, Сменил любовь святыни не храня, Кто не горел в горниле вдохновения, И кто их искал в кругу мирских сует, С кем не беседовал в часы ночные гений, Игорь Ильин Музыкальную часть нашей концертной программы Продолжает Данектион Махов, Аккомпаниатор Денис Емец Здесь хорошо Взгляни Вдали огнем горит река Цветным ковром луга легли, Белеют облака Здесь нет людей, Здесь тишина, Здесь только пугдая Цветы да старая сосна Да, ты мечта моя Ах può Взгляни Она Субтитры подогнал «Симон» «Романс здесь хорошо» На стихи Глафира Галин и музыку Сергея Рахманинова прозвучал в исполнении Донектиона Махова аккомпаниатор Денис Елец